Сегодня Международный день безопасности. На железнодорожных переездах автоинспекторы совместно с дорожными мастерами провели в Черкесске профилактический рейд. Его актуальность продиктована печальной статистикой. Вместе с участниками мероприятия на железнодорожных переездах региональной столицы побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Водителей, которые сегодня выбрали для въезда в центральную часть Черкеска улицы Кавказскую и Доватора, с утра ожидал небольшой сюрприз. Крайне редко доводится видеть в таком состоянии участки переезда через железнодорожные пути. Закрытый шлагбаумы давали понять, что в скором времени здесь должен пройти состав. А значит, всем автомобилистам стоит быть более внимательными. Хочу обратиться к водителям с просьбой выполнять все правила дорожного движения, быть дисциплинированными. Чтобы они помнили, что их дома ждут, что это участок повышенной ответственности, пусть берегут себя и окружающих. Также хочется обратиться к водителям, чтобы при подъезде к железнодорожному переезду соблюдали правила. Заранее смотрели на светофор, на шлагбаум и не нарушали, не проезжали при закрытом шлагбауме. На территории Северо-Кавказской железнодорожной инфраструктуры с начала текущего года зарегистрированы 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых шестеро человек пострадали, еще двое погибли. Статистика неутешительная даже несмотря на периодически организуемые профилактические рейды. А ведь санкции за нарушение водителями правил на железнодорожных переездах довольно солидные. Штраф 5000 рублей или лишение права на управление транспортом сроком до шести месяцев. В случае повтора в статусе пешехода придется провести уже целый год. К слову, на данный момент в Черкесске два оборудованных участка под Аватара и Кавказской. Но это вовсе не значит, что по остальным на том же Знаменском переезде автолюбители могут передвигаться, как вздумается. Осторожность необходимо соблюдать вблизи каждого железнодорожного полотна. Артур Макцель, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.